Валентина Крушинина Валентина, ну вот выставка открылась на этой неделе, прошло торжественное открытие в «Файе Дума актера». Как прошло? Расскажите, кто пришел? Ну, пришли из театра, из моего оперного. Наташа Хохлова пришла, художница наша, бывшая, хорошая очень была. Друзья пришли. Атмосферно же было, да? То есть все в дружеской, в такой, в теплой. Я там не первый раз уже вставляю с доми актеров. С 89-го года первая выставка была с мужем, с Горобцом, он тоже был художник. И вот сколько? В четвертом потом году, в одиннадцатом, все вот в родных стенах. Насколько для вас вот работа, подготовка к выставке важна и нужна? То есть вы изначально, когда что-то, какие-то новые произведения создаете, вы понимаете, что это для выставки, это вот может быть нет. То есть каким образом у вас идет вот этот отбор и процесс? Вы знаете, никогда об этом не думаю. И вообще выставляться я вот, ну я выставлялась и в Москве, даже в Манеже один раз у меня работу взяли. Да, вы что? Ну это было время перестройки. И тогда был шурум-бурум, может случайно попало, не знаю, в Манеж. Вот. Ну никогда, не, никогда не думаю. И наоборот у меня это даже какое-то вызывает чувство, что выставляться надо, какое-то у меня волнение. Нет, я такой человек замкнутый, сижу дома и кайфую, рисую. Вы были художником в Театре оперы и балета в нашем Самарском. Да, я была художником, но не постановщиком, не главным, просто художником по росписи костюмов. Расписывала костюмы, делали из половой тряпки парчу, можно сказать. Вот так. Для вас насколько вот сейчас является положительным, наверное, моментом, что больше свободного времени в связи с тем, что в Театре вы больше не слушаете? Да, да, да. Больше времени вообще получается, больше, как вы сами относитесь? Кайф ловлю, просто утром встаю, с собакой гуляю и кофе пью, сигарету и сразу рисовать. И так зарисовываюсь, что все кастрюли горят, часов четыре, опомнюсь, ну уже кастрюля черная. Вы прямо сейчас нарисовали такой богимного художника такой, да, образ в каком-то смысле? Ну так, а что я решила на старости лет жить уже ради себя. В свое удовольствие, да? Заниматься только своим творчеством, никакими чужими, ничем, только своим. Ваше творчество, оно из души, из головы, изнутри или снаружи? Откуда оно берется? Вот в том-то и дело, что это, наверное, плохо об этом говорить, но я каждый день, я когда рисую, я не знаю, что я буду делать. Я просто беру холстик, карандашик и начинаю какую-нибудь загугуленную рисовать. И в процессе что-то начинает получаться, рождаться из какой-то загугулины, что-то, что-то, что-то пошло, пошло, обо всем забываю. И уже на следующий день я уже знаю, что у меня получается. И вот только таким образом. Сколько времени это занимает, ну, вот создание одной картины? Или это по-разному бывает? От вдохновения? Да, да. Ну, вообще у меня это занимает, ну, дня два я быстро это все делаю, потому что я говорю, что у меня отключаются все чувства. Вот только эти, да. Ну, вот выдумала я такую новую технику, вот, просто карандаш по холсту. Это случайно у меня так получилось, я хотела маслом рисовать, вот, у меня был картон натянутый холстиком. Что-то взялась, взялась карандашом, смотрю, так красиво что-то получается, пастельку белую, такое серебристое что-то. И вот Валь Чернову, это у нас очень хороший, вы знаете, искусствовед, вот, я пригласила ее посмотреть, она говорит, держись этой, своей новой техники. Да, 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 вот, я теперь. Есть какие-то, ну, не знаю, планы, там, сто картин нарисовать, двести, или вот как пойдет? Ну, зачем? Я делаю это в удовольствие, у меня никто надо мной не стоит, ничего. Я когда хочу, тогда и делаю. Ну, в основном каждый день, потому что это уже потребность такая. Куда это потом? Вот я знаю, что многие художники сетуют на то, что нет места, да, для хранения. У вас тоже такая проблема есть? Ну, у меня квартирка небольшая, у меня никаких мастерских нет. В старом домике, на Чапайке, стрит, квартирка. Вот, старая, дореволюционная. Ну, ничего, у меня там за шкафами стоит, во всех этих палатах, на палатах, так что... А вы все свои работы помните? Вот можно такое количество работ в голове держать и помнить? Нет, что-то, конечно, я не помню. Потом я очень любила дарить раньше. Потом дочка моя выросла, говорит, мама, прекращай. Я говорю, ну, ладно, все тебе. Вот, теперь дочь у меня в балете, в Пермском. Вы пересылаете ей? Да, да, я вот к ней езжу иногда с картинами, дарю ей. Куда еще они могут попасть? То есть, могут ли они стать вдохновением, может быть, как раз для каких-то модельеров, на ваш взгляд, чтобы ваши, может быть, картины частичные или целиком изображать, опять же, на тканях, как вот вы в свое время расписывали костюмы? Ну, почему бы и нет, конечно, да. Может быть, такое дело. Какие есть у вас вот еще? Вот сейчас я попрошу режиссеру включить видео небольшое с картинами, как раз, которые висят. А, ну, это живопись. Да, я попрошу вас рассказать. А, это у меня Сара, библейский сюжет «Сара и Авраам». Это я просто пыталась не цветом, а светом поработать немножко. Это что за те? Это тоже карандаши? Нет, нет, нет. Это маслица. Маслица – это живопись, да. Маслица. А это кто? Да, это у меня «Ожидание» называется, она беременная. Вот как раз живопись мне, скорее, больше моя графика нравится. Это вообще, я ее не люблю, давайте ее уберем. Давайте дальше не любим. Давайте, да, да. Эту картину. Да, да. Это типа тоже какие-то театральные представления. Похоже на сцену, да, во всяком случае, на балетной даже какой-то. Да, да. Там даже доченьку он свою избразила. А это вот, если ниже опустить, там кораблики будут, а уже нельзя ниже опустить, да. Кораблики бумажные, у нее так ручка и бумажные кораблики. Я ее назвала почему-то «Венеция», ту картину. Не с «Гондола», а именно из бумажных корабликов. На это я изощрялась память ту злотрека, видите, на заднем фоне его эти фигурки. Ну, вы говорите, в последнее время вам ближе уже стали все-таки графические, да, вот эти работы. Вы их называете «серебристые», да, такое интересное слово вы для них нашли. Ну, да, они такие мерцающие, действительно, техника. Это вот Авраам. Когда же эти «серебристые»-то будут? Сейчас дойдем уже. Это с собачкой? С собакомуля с девочкой, с такой, с девушкой, да, это моя собака. Почему-то пообрезали низа, и тут все пообрезали, надо вниз. Ах, не то, они же, ну ладно. Вот это уже «серебристые», да, пошли работы? Да, вот пошли «серебристые». Они тоже откуда? Вот с какой из загогулин, как вы говорите, начинается вот такой портрет? Ну, потом иногда же я, я вообще очень люблю читать. В перерывах между рисованием я за поем читаю, перечитываю Гоффмана. Вот оттуда все пошло. Тут у меня и крошка Цахис есть, и щелкунчик вот потом будет. Это куклы, которые собирают денежки. Погорелый театр называется. Это гастроли. Это Буратино или Пиноккио, да? Да, да. Это тоже как... Тут тоже, если выжить поднять, моя кошка Чуча и куклы. Ну вот все пообрезали. Так неинтересно. Лучше бы меньше было бы, но вся. Да, да. Это называется «шарик улетел», девочка плачет, а Куджава, потом прилетел. Это вот Олимпия Гоффмановская. Такой вопрос. Вот эти все лица, да, очень хорошо изображены эмоцией, да, то есть все очень читается. Это не какие-то иллюстрации, это не откуда-то, это все ваша фантазия, ваша голова. Конечно, конечно. Я говорю, это просто девчонка. А как вы их видите в голове? Как рисуется образ в голове, что это можно вручную изобразить потом? Ну если читаешь какую-то вещь, уже у тебя образ детства этот сложился. Это вот называется «Наказали куклу Асю». Она в углу стоит, ковыряет стенку. Сначала я ее рисовал как девочку, потом думаю, нет, это все-таки кукла. Кукла. Мне кажется, театр не оставляет никого из работников. Да, да, кто уж там туда попал, тот уж это. Ну уже пора, хочется уже для себя поработать. Хочется о названии выставки поговорить «Люди и куклы», да, чем это обосновано, почему так решили назвать, и какое, что общего, а что, да, различного у людей, у кукол, потому что мы, наверное, больше похожи, чем нам кажется. Ну, «Люди и куклы». Во-первых, у меня так совпало, что я начала рисовать кукол, потом я начала рисовать детей вот этих вот, и думаю, а когда уже меня позвали в Дом актера, думаю, ну как назвать «Люди и куклы», а разница какая, я тоже об этом думала, «Люди и куклы». Это, можно сказать, создатели и создание, да, творение и творцы. Ну, к сожалению, бывает так, что куклы переживают своих создателей, остаются. Вот, ну, вот как-то так у меня и получилось. Это такая тема, что куклы бывают лучше людей, ну, и люди, как куклы. У вас бывали случаи, что как раз-таки не из собственной головы и фантазии что-то было нарисовано, а что-то вы увидели, и все-таки некий визуальный образ вас наполнил? Да, у меня есть картина, у меня ее купили, бабушку я увидела. Я шла по улице и увидала такую живописную бабушку, она торговала семечками, вобла, ягодками, у нее были обрезанные такие валенки, ритузы голубые выглядывались под юбки, и такая была изумительная, колоритная бабушка. Вот я ее запомнила и сделала такую работу, хорошая работа получилась. Где еще можно черпать вдохновение, потому что оно же все равно, оно вот безграничное или нет оно, на ваш взгляд, как человек творчества? Ой, я думаю, да, безграничное. Безграничное? Конечно. Это же отовсюду что-то, что-то, где-то прочитала, где-то увидала, что-то вспомнила, багаж детства какого-то своего, вдруг вспоминать, к старости начинаешь детство, я вообще бакинка из Баку, а уже 40 лет живу в Самаре, начинаешь вспоминать те эти все улочки, лица, да. Как вы относитесь к критике? Критикуют ли вас или только хвалят? Вы знаете, я не самовлюбленный абсолютный человек, я очень люблю слушать критику. Ну, конечно, профессиональных людей. А, ну, вот у меня сестра, тоже художник, я ее, вот Валя Чернова для меня, это просто вот, я слушаю, вот, кстати, моя живопись не нравится, она говорит, кислотная у тебя живопись, кислотная. Кислотная? Да, а нравится ей как раз моя графика, поэтому я это, конечно, слушаю. Хотя я уже не молодой человек, ну, учиться все время надо, постоянно. Так что нет, я люблю слушать, не только хорошее. А как вот так вот, картина уже нарисована, и вдруг вам говорят, что вот тут вот как-то не очень, а уже же не поправишь? Ну, вот такая вот, родилась такая. Что ж теперь делать? Бывают обидно? Есть какие-то вещи, которые вы не согласны? Да, я, между прочим, начинаю на ней рисовать другую. А, прям сверху? Прям сверху, да. Когда мне на нервы это действует, действует, я закрашиваю и другую делаю. Часто такие случаи бывают? Бывают очень часто, да. А исправить нельзя же? Это сложнее же? Проще же заново сделать? Ну, понимаешь, уже остываешь. Если, конечно, там вот академический портрет какой-то, тут можно постараться исправить, подумать. Но я люблю рисовать быстро, и я порчу работу, если начинаю долго рисовать. Вот такой эффект, да? Да, и тогда что-то у меня получается, схватывается. Как только я мучаю, все. У вас бывали просьбы, ну, на заказ вот нарисовать чей-то как раз портрет? Ой, да, у меня смешные были такие просьбы. Расскажите. Какой-то жена, крутая какая-то жена, это все в 90-х годах, принесла, значит, фотографию своего мужа крутого нарисовать, а он рыбак. И вот она, значит, фотографию, я думаю, ну, как же его нарисовать? Рыбак, значит, ему надо уду нарисовать, удилище и рыбу. Стал вспоминать, какие рыбы, какие караси, думаю. Вдруг я нарисую окунь, а не карася. В общем, я так мучилась, после этого я с неохотой лучше не надо. Насколько сейчас, вот вы говорите, дочке все отвозите, но все равно же есть друзья, которые просят Валентин подарить. Да, дарю, дарю очень. От дыши щедро дарите? Да, да, люблю дарить. Есть такой эффект приятной какой-то ниги, если приходите к этим людям потом в гости и видите, что ваша картина не просто за шкафчиком где-то стоит, а висит на почетном месте. У меня есть подруга Марина Монастырская, она работает режиссером хора в театре опера-балета. Вот у нее все стены увешаны. Все приходят и говорят, ну у тебя коллекция. Какие-то сами коллекционируете, работают? У вас дома что-то кроме вас висит? Конечно, вот даже Вальчернова, она рисует очень хорошо графику. У меня две ее работы. Клецли у меня одна работа есть. Каким вот образом, я не знаю, кто-то выезжает, вот художники там, на пленеры какие-то, кто-то что-то, ну какие-то вот. Есть такие массовые собрания художников, где люди творческие в таких профессиях делятся опытом, обмениваются. Ездите ли вы на какие-то такие подобные встречи или не нужен вам никто? Нет, нет, у меня и пленеры, я только из башки выдумываю все. И с художниками связь как-то не держу, вот такую. В союзе я не состою, у меня знакомые есть художники, но как-то я, вообще они сейчас все так по своим мастерским боятся, все вдруг то, что увидят. Вот, а я нет, я почти ни с кем не общаюсь и все из головы выдумываю. Не скучаете по театру вот в рабочем смысле? Вот появляются какие-то такие мысли, что, а вот это бы вот в тот-то спектакль бы хорошо подошло или что-то, все равно он уже от меня отпускает. Да нет, уже все, я там уже выработалось все, 40, сколько, ну под 40 лет, 39, наверное. Ничего себе! Ага, да, 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 так что уже и неохота. А сейчас, ну приходите же наверняка в театр, смотрите на то, что сейчас там есть. Да, но сейчас там немножко тенденции изменились, сейчас там почти, ну цехаты остались вот декорационные, но они почти не пишут декорации, потому что мультики там идут у нас, киношки. Вот наш этот цех тоже, когда мы расписывали вот это, все это тоже исчез, потому что сейчас все в основном пришивают мишуру, все вот эти, уже как-то все это на такой поток пошел и пропал. Ну короче, домовой ушел. Домовой ушел. Поэтому и мне стало скучно. Смотрите, есть такая сейчас вещь очень модная в последнее время, возрождается у нас какое-то декоративно-прикладное творчество, искусство, и много сейчас мастериц, которые могут и поучить, и научить. Вот не хотелось ли вам, может быть, какую-то, ну простейшую футболку, вот можете же расписать? Ой, да конечно, запросто, да платье вам распишу, да шарфы, да что хотите, конечно. Как это делается тоже, какие используются материалы, и есть ли в вашем гардеробе такие вещи? А, есть, да. А используется абсолютно просто масляная краска, лачок, олифа, делаем такие фунтики, носики такие, маленькая дырочка. И вот тихонечко такие вот можешь нарисовать, что хочешь. Ну эксклюзив же получится. Да, да, да. Ну почему-то это вот уже все ушло, ушло, не бытие. Ну сейчас же можно этим деньги зарабатывать. Это же, знаете, Головин начал первый делать, расписывать. Головин, художник, во времена, вот, понимаешь, Бенуа, все они там, Бакс. Вот первый начал это все делать Головин. У нас был шикарный цех. Бабки работали, я приехала, что там девчонка ни черта не умела ничего делать. Бабки такие старые, художницы. И вот они там, мы краску эту крутили в таких этих, как они называются, краскотерках. Вот, работы тогда много было. Ну, интересно. Ну, а сейчас все изменилось. Почему вообще, и когда, и почему решили заняться профессией художника? Папа нас, у меня папа был художник, старенький, он 1899 года, папа мой. И он нас, мы с детства рисовали с сестрой, прям маленький, я помню, я себе лет года три, я в кровати сижу, мы заболели. И папа нам декорацию поставил в виде домика с окном, чтобы нам болеть было не скучно. И вот всегда у нас были, папа был график, гранки приносил с работы, гранки, и вот я больная, все рисовали. И, кстати, у меня это с детства, вот про Загугулину, я помню. Я ела, и на эту гранку пятно упало от супа или от чая, что-то такое, и похоже на нос лося. Лося я сроду не видела, маленькая, ну что-то это. И вот я вот это пятно вот так обвела, пририсовала уши, мы уши, получился. Вот у меня видно фантазии с тех пор. Вот папа нас повез в Абрамцево, вот, старое училище, основали его в Воснецов, Поленов, вот где сейчас музей Абрамцево. Вот такие места, а мы с Баку, в Россию, такая красота, чудо, первый раз это все увидали. А природу пишете? Да, да, да. А есть какое-то что-то, на ваш взгляд, лучше получается, что-то хуже, где-то еще надо как-то поднаторить, что ли, в каких-то вопросах? Ну, вообще очень трудно, например, животных рисовать. Мне вот подруга говорит, Валь, у меня же кошки, собаки, я кошатница. Она, Валь, ну нарисуй, ну посмотри, какие они зубы. Я боюсь, у меня, я боюсь взяться, ну вот Мулю я нарисовала. Мулю это кошка? Собака у меня, такса, Муля. Там вот есть портрет девушки. А это вот как раз девушка с собакой, это Муля. Моя Муля, да. Вот. Ну, это самое трудное, мне кажется, вот уловить вот эти их жесты, их ужимки, прыжки. Вот это самое трудное. Ну, вот, может быть, начну. Ну, то есть в планах еще освоить животных, да? Конечно, да, да. Чтобы самое не стыдное было перед самой собой. Не выдумывать, а вот именно их повадки и это. А насчет взрослых и маленьких, вот тоже говорят, что как, ну, не переиграешь, да, маленького ребенка, так и эмоции детские, они же очень натуральные, они же не обманывают детей. Да, тоже их сложно. Это трудно передать, да? Да, тоже, да. Я-то этих детишек-то выдумала, которые у меня это. А так, я думаю, да, уловить это сложно. Хочу к выставке вернуться, время немножко остается. Вот когда открылась выставка на этой неделе, что вам сказали, что пожелали, может быть, или какие слова сказали ваши близкие друзья, которые, ну, уже, наверное, априори вашими поклонниками являются? Ну, они рады просто, что я с какого-то, с 11-го года не выставлялась. Они меня, между прочим, это все направили, вот. И они рады, что я выставилась, вот. Потому что, ну, что я рисую, а уже давно не выставлялась. И, конечно, они счастливы за меня, говорят, ну, пусть хоть увидят люди, кто-то. Они за меня рады. Вы готовы к экспериментам, если предложат какой-то, может быть, небольшой театр, да, там, где вы работали, какой-то другой, маленький, может быть. Конечно, я с новакуйбышевскими гранями работала. С гранью работаете. Очень, да. Интересно, конечно. И я бы эту технику бы применила. Ну, не только же в костюмах, да, то есть еще и могли бы декорации оформить, правда? Да, можно бы, конечно, попробовать. То есть вы открыты для предложений. Спасибо вам большое, огромное, что пришли. И вот напоследок такой небольшой. Дайте совет людям, которые вот сейчас активно не трудятся, не работают. Каким еще творчеством можно заняться? Или призовите как-то всех, может быть, к живописи? Да, у меня есть подруга, которая вообще никогда не рисовала. Она говорит, я так хочу нарисовать бабочку. Я говорю, а почему ты это не сделаешь? Ну, возьми кисточку. А я стесняюсь. Я говорю, ну, никто же тебя не увидит. Возьми кисточку, бумажку. Ты одна в квартире. Нарисуй бабочку, и ты будешь счастлива. Все. Вот я и хочу пожелать. Нарисуйте бабочку, люди, и вы будете счастливы. Не бойтесь. А если не получится? Ну и что? Пробовать еще раз. Вообще, художником можно научиться быть? Или это внутренняя сущность? Ну, вы знаете, рисовать можно научиться, но все-таки надо что-то в башке иметь. Спасибо вам большое, что пришли. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова